Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян, моя маленькая обезьянка Мирончик. Здесь же Ротик, там Артемка, Настенька. Не будешь в этом полном составить? Вот, уже даже традиционно. Посмотрите надо мной, какие старинные ворота. Мы приехали сегодня в Кабурдинку. Очень хочется здесь погулять. Мы здесь последний раз были в апреле. Да, в апреле. И здесь вообще как бы ничего готового не было. Мы только начинали раскачиваться и готовиться к сезону. Сегодня хочется посмотреть набережную. Посмотреть, как подготовка идет к сезону. Соответственно, вам показать. Я тебя знаю, что огромное количество из вас, наших зрителей, поедут именно в Кабурдинку отдыхать. Поэтому все посмотрим. Ну, соответственно, все покажем. Ставьте сразу лайк выпуску, пишите комментарии. И погнали. Мы начнем выпуск как раз вот с территории старого парка. Кто захочет туда сходить, мы решили сюда не ходить. Так как за вход они просят приличный денег. Причем на детей скидки не распространяются. На многодетах тоже отваливать такую котлету, как бы нам не охота. Со стороны немножко посмотрели, поглазели, как говорится, и идем дальше. А здесь, кстати, на воротах красивая надпись. Классная, точнее. Смотрите чаще в небо. Вот, обычно люди сходят и смотрят исключительно вниз, закрыты. Вот, а на самом деле часто надо поднимать голову. Здесь есть такая большая парковка. Она бесплатная. Возможно, пока мы на ней припарковались. И будем двигаться вот сюда, вот в сторону моря. Очень хочется посмотреть сейчас набережную. Если позволит море, мы, конечно же, искупаемся. Если нет, то нет. Смотрите, покажу вам немножко по поводу общественного транспорта. Вдруг кто-то, как говорится, своим ходом идут автобусы из Геленджика до Кабардинки. Автобус номер 31. Вот, запоминайте время. Вот оно. Надеюсь, в этом сезоне будет это время актуальное. Так, Настенька тоже хочет, наверное, с всеми поздороваться. Настенька там работает в телефоне. Утро, вечер. Опа, Радюшка. Кабардинка. Мы в Кабардинке. Такое прекрасное название в Кабардинке. Кабардинка. Она как это, такая, знаешь, типа, заигрывает. Такая, как сказать, Касабланка какая-то. Касабланка какая-то. Ту-ру-ту-ру-ту, мы в Кабардинке. Да, да, да. Так, здесь ярмарка, но пока не работает. Возможно, совсем скоро откроется. Здесь, судя по вывескам, по баннерам, будут лепешки из Тандыра. Здесь вот за забором, там виднеется огромнейший динозавр. Здесь как раз находится парк динозавров. Ну, кто захочется, не детей, тоже сводите. Мы были в Московском парке, были в Сочинском. Нашим пока хватает этих всех динозавров. Вот если пойти направо, 200 метров до центральной набережной. Также есть там аквапарк Эллада. Вот. Это все вот сюда вот в проход. А перед тем, как мы попадем на набережную, хочу вам рассказать про наши авторские гайды. Мы вот по Геленджику пропутешествовали, много изучили классных мест. И тоже написали свой авторский гайд. Кто сюда приедет, можете его смело приобрести. И пропутешествовать по большому Геленджику с удовольствием. Также там есть еще и часть Новороссийска. А еще, кто, допустим, выбирает Сочи, у нас есть гайд по Большому Сочи. Также у нас есть гайд по Большой Анапе и гайд по Крыму. Гайд по Крыму подойдет особенно тем, кто выберет путешествие по Крыму с палаткой. Ведь мы там помжевали аж целых два месяца. Ну, так просто сезон назвали, чтобы было повеселее. Так что пишите нам в социальные сети, приобретайте и путешествуйте с удовольствием. Мы попадаем уже на набережную. Здесь вот фонтан. Пока его еще не включили. Столовая пока тоже не открылась. Вот так вот вам кругом немножко покажу. Но туристические палатки вот уже начинают работать. Мне, кстати, очень нравятся в Кабардинке. Это вот такие вот качельки с навесиком. Выглядит, конечно, классно. В этой части есть дельфинарии, крокодилиум какой-то. Даже есть медцентр, крокодиловая ферма и зоопарк. Вот, «Жемчужина моря» — это огромный санаторий. Вот, мы хотим вот туда пока продвинуться, посмотреть. Будем двигаться в ту сторону и показывать. Здесь, кстати, на набережной есть несколько вот таких вот плакатов, карты. Вот, например, мы находимся сейчас вот здесь. Вот, и вот она, вся бухта. Называется «Бухта Новороссийская», «Цемесская» по-другому. Пляж «Жемчужина» у моря. Кстати, там тоже хочу немножко показать. Выставили уже огромное количество катамаранов разного цвета. На любой, как говорится, вкус и цвет. Вот там вот впереди у нас это «Новороссийск». Ух, красота! Какая красота! Здесь такой сквер. Прям детки, где могут побегать. Классно сделано вообще. Это вон Машка и медведь, осли, гномики, зайцы, Настеньки. Здесь, наверное, все так очень красиво светится, судя по вот этим лампочкам. Да, когда будет уже погода, вообще непонятно. Кстати, смотрите, здесь сделали такую летнюю веранду с видом на море. Видимо, когда вот ветров не будет, здесь вот это все расчехлят. И можно будет уже кушать вот с таким вот прекрасным видом на море. Вот такие здесь пляжи в Кабардинке. Их вообще почти не осталось, на самом деле. Вот сколько смотрю. Единственный пляж, который вот прям реставрируют, это вот. Делают там, укрепляют досками. Сейчас попозже пойдем вот в ту часть гулять. Пока посмотрим непосредственно вот эту. Вот она, набережная. Так выглядит. А здесь, кстати, посмотрите, какую тоже инсталляцию поставили. Она светится, естественно. Лампочки. 20-22. Так, был бы у нас сейчас дрон, мы бы вот так вот полетели бы. Прям вот сюда вот так. Опа! Но, к сожалению, дрон по-прежнему не работает, друзья. Дрон-то мне починил подписчик, когда он упал, да, то, что там сломался луч. Но, видимо, когда он падал, что-то случилось еще со стабилизатором. Я его включаю, камера поворачивается на 45 градусов и все. Поэтому буду снова ему отправлять, вот, чтобы он дальше посмотрел его. Так, как же красиво сделана набережная. В этой части так точно все покрасили. Белые лавочки-то все тут прям великолепно. Вот, на самом деле, она заканчивается. Здесь вот волнорезы. Здесь такой, типа, мини-пор, да, если это можно назвать. И здесь пляж пошире. Вот, все, в принципе, дальше нет смысла идти. Я думаю, что нужно пойти посмотреть вон ту часть набережную. Так, мальчишки у нас решили опробовать эту качельку. Кстати, качельки прикольные, смотрите, здесь даже есть этот подстканик, как продумали. Я таких качелек нигде еще не видел, вот только в Кабардинке. Ну, естественно, это вот, видите, с новейщиком вот так вот. Держи, держи, держи. Кстати, тоже вот солома. Крыши сделаны из соломы. Вон мармеладки уже все. Чучкелла открылась. Цена 120 рублей за 100 грамм. Кофе пока, коктейли еще не работают. Но скоро все откроется. Вот, видите, даже еще вывеску не установили. Пляж, жемчужина, море. Ну, соответственно, не могу вам показать, сколько сейчас воздух, вода. Пока не покажу. Раковарня. Вот он, вход, видите, к морю. Так, по ценам, что здесь барабулька? 150 рублей 100 грамм. Хадыжинское пиво 70, мини 350. Кукуруза по 80. Кстати, неплохая цена. Ну, есть, например, сравнивать там с кем-нибудь в Сочи. Там на набережной. Насколько мы в этом, в Амеретинке кукуруза была? По 150, по 200? По 150 последний раз, по 150, наверное, да. А здесь? 80. Неплохо, да? Хорошая цена. Вот, смотрите, здесь навесики установили. О, парни, опять площадка, опять полетели. Ни одну площадку мы не можем пройти. А вот здесь вот пляж на дым называется. Здесь как раз все написано. Вот, вода 15, воздух 17. Никак вот прям конкретное лето к нам сюда не придет. Ветра, ветра, ветра. А здесь подкова. Так, называется подкова счастья. Молодожонам, прошедшим через нее, будет сопутствовать семейное благополучие. Чего только не придумают, а? Вот так вот. Вот если пройдете, будет 100%. Нет, так нет. Такая вот большая детская площадка, тренажеры. А здесь есть такая интересная фотолокация, смотрите. Вот такая вот качелька. Можно раскачаться и сделать красивую фотографию с видом на горы, на море. И, конечно, мы в наших гайдах указываем все локации. Вот, например, детская площадка есть такая классная большая. Мы указываем прям геолокацию, где она входит. Надо будет просто скопировать и встать. Есть вот такая красивая качелька. Тоже, соответственно, прям ее геолокация. Где она расположена, копируете в кадрах, прокладываете маршрут. Максимально все удобно. Напротив детской площадки сделали волейбольную. Смотрите, песочек. Натянули сетку для игры и плюс сетку, чтобы мячик никуда не влетал. Море еще больше и больше, кстати, стало штормить. Купаться точно не будем. И хочу вам показать, какую здесь, смотрите, сделали тоже локацию. Висят вот эти красивые качели. Стоят скульптуры и музыканты из мелких таких проводочков. И они вечером подсвечиваются. Видите, они все такие в гирляндочках. Пальма растет, видите? Вот так вот. А здесь можно, по-моему, пить воду. Вроде как это родник. Ну, короче, фильтрованная типа вода. Но пробовать не будем, рисковать не будем. Детвора, как всегда. Мимо пройти явно не буду, да? Проходить мимо явно не будете, да? Двигаемся дальше. И здесь есть такая скульптура. Очень классная, да, Настяна любимая скульптура. Памятник туристу. Вообще идеально. Это вот славян в будущем. Фотик. Тапочки, ну правда... А, сандали. Надеюсь, не будем ходить в носках. Смотри, тут такие сандали, как у меня. Да, это ты в будущем. Родик, смотри такие. Для детей здесь, видите, здесь есть аттракционы. Но пока только прыгунки работают. Больше ничего. Надеюсь, к июню подготовят. Огромнейшие крокодилы. Мост, сердечки. Рарка, да, такая в виде сердечек. Ветерочком тоже все это светится. И очень-очень красиво. Этот мост, значит, через реку проходит. Самое что интересное, что вода, река, не впадает в море. Либо ее специально отсыпали, либо так оно и есть, и начинает впадать только когда идут сильные дожди. Ну, а мы с вами прямо сейчас попадаем в самый центр, в самый эпицентр Кабардинки, где вся непосредственно движуха происходит. Посмотрите, как здесь широко. Сцены, эфелевы башни, аттракционы, рестораны. Смотрите, какая красота. Заходи, если что. Да, это из мультика. Заходи, если что, ага. Смотрите, как здесь красиво, здорово. Для детей куча всего. О, нет, не хотим. Видите, какая красотища. Только зашли сюда, и посмотрите, сколько людей. Вот, смотрите, они просто прям нападают на тебя. И вот, смотрите, и не отстают. Их даже камера не смущает. Если в Сочи ты гуляешь, и хотя бы камера смущает, не подходит, то здесь просто идите, покатайтесь, срочно. Надо прокатиться, бесплатное обучение. Это, 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 дикари. Давайте покажу вам пляж. Смотрите, стоит рыбка. И хочу вам показать информационное табло. Интересное. Во-первых, здесь есть вот такие столбы. В Кабардинке набережной стоят. Можно заряжаться. Вот здесь есть USB. Видите? Здорово, бесплатно. Просит соблюдать чистоту. Вход с собаками запрещен. Новые носилы. Красотища. И здесь табло. Очень интересно. Смотрите, здесь уже воздух 21, а вода 26. Ну, конечно, это неправильно. Вода сейчас никаких не 26. А море-то какое грязное. Ой-ой-ой. Вообще, посмотрите, сколько мусора плавает. Здесь на пляже есть прям кафешечка. Немножко давайте покажем вам цены. Что, это каша овсяная? 280 рублей. Почему? 150. Это каша молочная манная. А вон овсяная 280. Где 280? Настенька, вот. Каша овсяная с орехами. А, ну это с орехами такая без ничего. Переворачивай. Сырники 250. Переворачивай. Я смотрю, бутерброды, семни. Две сотки стоят. Так, вот еще какие-то. 500 рублей. Какая-то хатка. Дальше. О, перчик. Перчик из банки. Из пятерочки 450 рублей. Язы говяжьи 450. Здрасте. На цернах имеется супы, салат, мясо, рыбы. Все быстро делается. Вон там туристический проходик. Такой аллея целая. Зеленая высадка. Вечером, естественно, все подсвечивается. Но, по сути, там просто туристические палатки и лавочки. Ну, кто вот в Бродинке отдыхает, просто через эту аллейку проходите. И попадаете, вот как раз, в самый центр всех событий. Мы решили взять булочки. Тоже покажу вам цены. Это прямо на наверхе стоит палатка. Сейчас посмотрим, насколько вкусные или нет. Посмотрим. Мы купили булок. Сейчас где-нибудь приземлимся. Покажу вам вот вход на центральный пляж. Лежачки уже стоят, но пока не расставленные. Здесь есть сцена. Пока опущенная. Видимо, здесь тоже тусовочки классные проходят. Золотой фонтан. А мы думаем, вот здесь где-нибудь сядем и покушаем. Так, естественно, обработка. Давай, Тема. Ну, на самом деле, булочки очень вкусные. Мы даже подъелись. И все, сейчас будем дальше идти в ту часть набережной. Вот он, центральный поля. А здесь, кстати, еще хочу показать дерево. Обычно перед Новым годом так показываешь. Дерево как украсили. А вот пляж Ласточка. На самом деле, он находится прямо сразу возле центрального. Все одно да потому, как говорится. На пляже есть тренажеры, навесы, место для переодевания. Но, по крайней мере, здесь переодевалки с крыши. Это уже хорошо. Боулинг, клуб, кафешечки. Вот они, качельки. Вообще обалденные. Здесь, конечно, качельки сделаны. И вот она, Эфелева башня. Такая миниатюра. Но смотрится, на самом деле, очень-очень красиво. Вот сюда вот садитесь. Прямо в качельку в эту и делайте классную фоточку. Здесь что-то установили. Называется под шатром. Я не знаю, что это будет здесь. Возможно, какая-нибудь летняя кафешка. Здесь пляж. Он уже с другим названием. Что-то дружных. Что-то такое. Но, в целом, они все близко к друг другу. И они особо ничем не отличаются. Просто имеют только разные названия. Вот еще одно огромное дерево, которое тоже украсили гирляндой, как елку. И вечером оно, естественно, светится. Вообще, здесь вечером, наверное, очень красиво. Прямо уверен, что прям очень и очень. Потому что все украшено в гирлянду. Видите, даже каждая качелька. Плюс вот эти вот фонарики круглые, которые на газонах. Плюс вот эти фонарики, которые прям на заборчике на набережной установлены. Плюс эта музычка. Вот эти вот детские все развлекушки. Видите, огромный такой спанч-боб. Колесо обозрений. Здесь вечером. Надо сюда вечером приехать погулять. Вот она гирлянда, видите, вдоль забора. Красота. Можжевельник растет, видите. Казацкий. Розы усажены, клумбы. Вообще все очень сильно ухожает. Даже вот мне в межсезонье мы приезжали. Было здесь хорошо. А сейчас еще лучше. Кабардинка, сердечко. Пляж солнечный. Туалеты, камеры хранения. Вот. И вот, собственно, оно уже близко к колесу обозрения. Здесь вот еще табличка такая. Лав. Зелененькая. Фонтанчик небольшой. Вот. И набережная уходит туда дальше. Вот видите, куда велодорожка. Вот маленький. У тебя коляска есть, ты в ней не ездишь. Слинки есть, ты в нем не носишься. Эй, ты, что за возраст начался? Очень много в Кабардинке всего для детей, на самом деле. Вот прям очень много. На каждом шагу. Вот здесь еще что-то дальше строят. Здесь будет веревочный парк. Ну, прикольно. Вот если у вас дети, мне кажется, Кабардинка это прям идеальная тема. А чуть дальше уже, так сказать, посерьезнее аттракционы. Вот такой, вот такой, прям здесь вот так вот с видом на море. Класс. В этой части пока закрыто. Видите, тир. Вот еще одна карта. Сейчас посмотрим, насколько далеко мы прошли. И можно вообще гулять и гулять по всей Кабардинке. Несенок сюда рули. Вот, видите, то есть начинали мы вот отсюда, где-то вот, вот здесь. Вот, и вы видите, как мы прошли. Можно дальше идти в эту сторону. Смотрите, какой павлин. Павлин, фото-зона павлина. Это что, Sea Samp, Sea Camp, наверное, вот так вот правильно. Пляж Крал. И здесь тоже есть вот такие вот беседочки. Ну, очень уютно в Кабардинке на самом деле. Я не зря вот поддерживаю тех людей, кто говорит, что отдых здесь классный. Я думаю, конечно, здесь пляжи вообще битком. Главное, чтобы море было чистое. А море пока, ребята, вот в таком вот состоянии находится. Очень сильно грязное. Ветер очень сильный. Погоды никак нет. Но мусорные пакеты, видите, ребята все собирают и убирают. Молодцы. Решили мы заглянуть, значит, на эту аллею, спрятаться от ветра. Ветер просто возле моря сносит с ног. Давайте немножко буду еще показывать вам по ценам. Вы так всматривайтесь, изучайте, читайте, выбирайте для себя заранее места, где будете кушать. Так, видите, как здесь, вот про что я говорил, здесь так идеально все выстрижено. Все кустики, травка, лавочки с навесиками стоят. Очень и очень здорово. Смотрите, открылись уже пилинги, можно засовывать туда ноги. Так, дальше кафешка. Так, ну здесь без цен, в общем, где, что буду видеть, буду показывать здесь на аллейке. Но на самом деле вот эта вот аллея очень и очень классная. Она вот прям располагает погулять. Красиво, вот еще выпечка, чебуреки по 130, хачпури по 150. Вот еще заведение. А вот тут прям столовка, видите, с раздачей, правда, у них пока очень мало блюд. Но они работают. Мороженое, стаканчик 50, по 140 какие-то. Вот про что я вам говорил, здесь фонтанчики. Пицца из дровяной печи, ух ты как круто, 4 сыра 650 рублей. Барбекю 500, гавайская 600, маргарита 450. Так, бар с коктейлями. Вот тут такие вафельки будут продаваться. Но я думаю, что через неделю здесь должно уже все заработать максимально. Вот цены на шашлыки, все от 69 рублей. Ой, запахи, конечно, этого уголька, дрова в дров, да. Вот так вот, правда, все так открыто лежит, пыль летит. Я, конечно, вот в таких местах точно не рекомендую, когда не закрыто. Что-то вот реставрируется к открытию. Ну, в принципе, здесь даже вот можете купить шмотки. Где-то здесь даже была палатка с шубами и с дубленками. Да, люди все правильно, вон они все отдыхают. Так а что? Я сам вон в тапочках уже хожу вовсю. Просто ветер, он вообще какой-то продувной. И хочется уйти от моря. Вот такая вот кабардинка. Вот так она подготовилась к сезону. Я думаю, что еще неделю здесь функционировать... Здесь функционировать будет абсолютно все. Кто здесь любит отдыхать, конечно, в комментариях пишите, делитесь какими-то своими впечатлениями, возможно, с какими-то своими местами. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.